4 тысячи лет назад это был мощный, прогрессивный и невероятно богатый город. Он превратился в один из величайших городов мира. Улицы были вымощены, а многочисленные ворота вели в обнесенной стеной город, в котором было более 250 башен высотой не менее 100 метров. Здесь изобрели современное письмо и математику. Паромы, дороги и разводные мосты обеспечивали эффективное транспортное сообщение, а мифические висячие сады были инженерным подвигом и одним из семи чудес древнего мира. Богатство города было невообразимо. Люди создавали впечатляющие произведения искусства из золота. Было сделано золотое изображение ваала, красивый стол, который якобы был сделан из 22 тонн чистого золота с золотым львом и золотой статуей человека. Величественный королевский дворец был самым большим из когда-либо построенных в мировой истории. Раньше Вавилон находился на территории современного Ирака. Все слышали о Вавилоне или по крайней мере о самой высокой башне в мире того времени, известной как Вавилонская башня. Так как же произошел невероятный взлет и драматическое падение Вавилона и Вавилонской империи? Прежде чем мы начнем, не забудьте нажать кнопку с большим пальцем вверх, а также на кнопку с колокольчиком, чтобы получать уведомления о новых видео. Зарождение Вавилона После падения Акадской империи возникли две новые империи, которые начали захватывать близлежащие земли. Вавилоняне были на юге, а сирийцы – на севере. Вавилоняне были первой группой людей, которые создали империю, захватившую всю страну Месопотамию. Город-государство находился в Месопотамии в течение многих лет, но все начало меняться, когда вавилоняне забрали большую часть земель себе. Когда Акадская империя начала падать, в нее вторглись Амареи, чтобы заявить права на свою территорию. Все это произошло примерно в 1792 году до нашей эры, когда правителем был избран царь Хамурапи. Вскоре после того, как Хамурапи стал царем, он захотел расширить свое влияние. Он любил свою работу, но чувствовал, что сможет править не только Вавилоном. Это привело его к желанию завоевать другие города-государства в этом районе, делая все возможное, чтобы получить контроль над всеми близлежащими поселениями. За несколько лет ему удалось успешно завоевать всю Месопотамию, включая ассирийцев на севере. Из-за нежелания Хамурапи отступать, он стал одним из самых могущественных правителей своего времени и помог Вавилона стать самым богатым и процветающим городом в древней истории. Большая часть Вавилона располагалась на берегу реки Ефрат. Город служил крупным торговым центром для людей со всего мира. Припасов и товаров было в изобилии, поэтому в город постоянно текли деньги, услуги и ресурсы. Город также был высокоразвитым и первым пользовался всеми новыми идеями и продуктами, изобретаемыми по всему миру. В то время Вавилон был самым большим городом в мире. Подсчитано, что на пике развития в Вавилоне проживало до 200 тысяч человек. В центре города местные жители построили большую пирамиду, которую они использовали как храм. Исследователи полагают, что эта пирамида была высотой около 100 метров, а широкие улицы вели к ней со всех въездов в город. Вокруг пирамиды и других частей города были сады, дворцы и прекрасные произведения искусства, не похожие ни на что, что когда-либо видели люди. Город также был культурным центром мира. В городских стенах процветали наука, музыка, математика, астрономия и литература. Изобретение, письма и математики. В наши дни мы воспринимаем многое как должное. Например, без влияния Вавилонин вы бы сейчас не смотрели это видео. Они помогли стимулировать движение, которое способствовало появлению различных форм письма, а также тому, чтобы письмо стало способом делать заметки и документировать историю и другие факты, которые со временем терялись. Вавилонине также заявляют, что изобрели колесо, современное сельское хозяйство, лук, ирригация, и сделали несколько других изобретений, благодаря которым человечество стало таким, каким мы его знаем. Без Вавилонин и их изобретений мы не были бы такими, какие мы есть сегодня. Но знаете ли вы, что многие люди, которые изначально изобрели приспособления, такие как колесо или плуг, утверждают, что эти идеи были даны им ангелами или инопланетянами? Мы не слишком много знаем об изобретении большинства из этих вещей, но многие из первых людей утверждают, что их посещали существа, спустившиеся с неба, и рассказывали им, как вести благополучную жизнь и использовать окружающие ресурсы в своих целях и преимуществах. Это очень интересно, но немного не по теме. Так или иначе, вавилонине помогли изобрести первую систему письма, в которой использовались глиняные таблички, на которых были выгравированы клиновидные буквы. Это помогло документировать большую часть их истории и то, как они создавали раннюю математику. С точки зрения перспективы, эти методы письма позволяют нам узнать о древнем Вавилоне больше, чем о древнем Египте. Вавилонине также изобрели основы современной математики. Они были первой цивилизацией, которая использовала математику для измерения Земли, налогообложения людей и ведения всех видов бизнеса. Они также использовали числа, чтобы задокументировать ночное небо и создать лунный календарь, который был потрясающе точным для своего времени. Они также являются первой цивилизацией, которая использовала символы для обозначения больших чисел. Например, если человеку нужно было документально подтвердить, что он владеет 50 тюками пшеницы, ему нужно было нарисовать 50 отдельных символов, чтобы представить это. Однако, по мере того, как вавилонине стали более эффективными в своем письме, они создали символы для обозначения чисел, таких как единица, 10 и 60. У нас также есть основания полагать, что вавилонине разработали первые счеты, которые по сути являются ранней версией калькулятора. Письменный закон. Кодекс Хамурапи. Вы можете быть шокированы, узнав, что царь Хамурапи был первым человеком, который когда-либо потребовал записать законы. Это кажется довольно странным, правда? Что ж, до этого момента большинство законов передавалось из уст в уста и подразумевалось. Как и следовало ожидать, это оставляло множество серых юридических зон для граждан, поскольку у них не было возможности точно знать, что было правильно, а что неправильно. Например, Билли может сказать вам, что владение более чем 50 стогами пшеницы незаконно. Если у вас есть больше, вы должны отдать это самому близкому человеку. Итак, Билли убегает с половиной вашего урожая пшеницы. Вы не знали, что Билли лгал. Билли вас ограбил. Ладно, очевидно, что это немного нелепый способ так подходить к этому вопросу. Но до того, как Хамурапи решил написать законы, не было надежного способа узнать, что король посчитал бы незаконным. Хамурапи попросил некоторых своих рабочих создать гигантские столбы, на которых были бы перечислены различные законы страны. В то время существовало всего 282 закона, что сильно отличалось от сегодняшнего мира, когда есть тысячи законов, которые мы должны соблюдать. Большинство законов Хамурапи были странно конкретными, но эти правила служили руководством, которое можно было использовать в подобных обстоятельствах. Например, что вы должны делать по закону, если ваш сосед убеждает вас отдать ему всю вашу пшеницу. Существовало множество законов, которые помогали регулировать дела, удостовериться, что вы платите своим работникам их заработную плату, правила торговли, арендные цены, цены на рабов, список можно продолжать до бесконечности. Существовали также очевидные законы, которые диктовали, что будет считаться преступным поведением и что произойдет, если вас поймают на нарушение закона. Были даже законы об усыновлении, браке и разводе. Падение Вавилона Теперь мы приближаемся к самой сути. Что заставило этот невероятный город в конце концов рухнуть и почти исчезнуть во времени? Когда Хамурапи скончался, его сыновьям было поручено править городом. Проблема заключалась в том, что его сыновья не были такими суровыми, как он, и не обладали такими сильными лидерскими качествами. Это привело к тому, что город медленно развалился и стал слабым. Соседние города и страны начали терять надежду на Вавилон и заметили, что город трещит по швам. Воспользовавшись этим в своих интересах, касситы вторглись и захватили Вавилон, свергнув новых лидеров и провозгласив город своим. Они правили Вавилоном около 400 лет. Все правила Хамурапи были отменены и все порядки в городе были полностью изменены, чтобы лучше служить целям касситов. Позже ассирийцы вторглись и свергли касситов, заявив, что Вавилон принадлежит им. Город снова был отвоеван вавилонинами только в 612 году до нашей эры. При этом большая часть города была восстановлена и Вавилон снова стал править Месопотамией. Эту новую империю, называемую Второй Вавилонской империей, также часто называют Ново-Вавилонской империей. К 616 году до нашей эры царь Набополасар использовал падение Ассирийской империи в своих интересах и претендовал на трон Вавилона. Его сын учился у своего отца и работал над тем, чтобы вернуть Вавилону былую славу. Сын Набополасара, царь Новоходоносар правил городом 43 года и стал одним из его величайших руководителей. Он правил железным кулаком, но жители города уважали многие из его законов, так что все было хорошо. Он также оказался выдающимся военачальником и помог Вавилону расшириться на запад и потребовать для себя больше территорий. Кроме того, согласно различным историям в Библии, он возглавил силы, которые освободили евреев, схваченных и насильно отданных в рабство на 70 лет. После смерти Новоходоносара город снова стал разваливаться. К 529 году до нашей эры город был захвачен персами и стал считаться частью Персидской империи. Все, что Новоходоносар сделал для восстановления города, снова было потеряно. Вавилонская башня Одним из самых невероятных достижений Вавилона было изобретение печально известной Вавилонской башни, которая упоминается в Библии и существование которой доказано историей. Это здание было построено вскоре после того, как Великий потоп уничтожил почти все и вся на планете. Согласно библейским свидетельствам, Вавилонская башня была построена, когда все жители Месопотамии еще говорили на одном языке. Когда они поселились в этом районе, они хотели построить большую башню, которая достигала бы неба. Некоторые люди, кажется, верят, что местные жители построили башню для того, чтобы в конечном итоге достичь небес. Хотя другие считают, что они построили башню, чтобы не быть затопленными еще одним великим потопом. В любом случае, библейские источники говорят, что у Бога были другие планы. Он сбил с толку людей, заставив их забыть свой родной язык и заговорить на новых языках. Они больше не могли общаться, поэтому конструкция башни быстро развалилась. Мы не знаем наверняка, какое строение в этом районе является вышеупомянутой Вавилонской башней. Но исследователи склонны полагать, что лучшим кандидатом является Этаминанки Вавилона. Эта башня якобы была посвящена Мардуку, богу-покровителю Вавилона. Поскольку в этом районе было найдено несколько похожих башен, вполне логично, что подобное здание могло быть использовано в качестве основы для Вавилонской башни. Вавилон сегодня Под руководством Саддама Хусейна иракское правительство возглавило миссию по раскопкам Вавилона и попытке вернуть город к жизни, включая восстановление и реконструкцию одного из дворцов Новохудоносора. Однако после вторжения США в Ирак в 2003 году их планы полностью развалились. В конце концов этот район снова открыли для туристов в 2009, хотя проект так и не был завершен. Благодаря тому, что в Вавилоне не изобрели современную письменность, мы так много знаем об их городе и о том, как когда-то жили люди. Если бы это было верно для других частей света, история могла бы быть совсем другой. А что вы думаете об этом городе? Является ли то, что о нем говорят выдумкой? Или же часть истории неверно истолковывалась или приукрашивалась на протяжении многих лет? Дайте нам знать в комментариях! Большое спасибо за просмотр! Не забудьте нажать на эту кнопку и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео!